Здарова всем! Сегодня у нас на обзоре два небольших набора новой первой половины двадцать четвертого года. Начнем, наверное, с самого маленького. Я его не стал покупать, поскольку деталей у меня хватает для того, но с исключением детали один на три тайлика желтого, я могу, наверное, таких десяток собрать одновременно, но десяток не стал собрать для обзора, собрал только один. Покупать его не стал из-за того, что как раз-таки у меня есть куча деталей, которые есть в этом наборе. В наборе всего одна функция. По цене он, ну, в принципе, сейчас, как и все подобного формата, в прошлом году распада выходило два таких набора. Обзоры можете посмотреть. Причем один из них тоже был на гусеницах. Там было, по-моему, три функции или что-то в этом духе, но чуть поинтереснее он был с точки зрения техничности, но этот набор мне очень понравился визуалом и своими деталями. Про детали мы поговорим и в том, и в том. Я одновременно их высыплю, чтобы вы могли посмотреть. Здесь, ну, коротко, нам расскажем. Одна функция всего подъема, опускания от вала, причем сделана, ну, через червяк, который находится вот здесь. То есть вот за эту часть у нас поднимается весь ковш, а не как положено вот за перед. Спереди это просто вот бутафорские типа гидроцилиндры. Тем не менее, внешний вид при этом у модели очень-очень клево. Жалко, сзади нет никакого вспахивателя или что-то в этом духе, но могли бы добавить, был бы гораздо интереснее. В плане того, лучше ли этот набор, чем прошлогодний этот тут Rattrak, по-моему, так эта вещь называется. Но, в принципе, мне кажется, примерно то же самое. Если здесь, этот мне набор понравился больше по деталям, Rattrak, конечно же, интереснее в плане функций. Кстати, по сборке оба примерно одинаковые. Еще хотелось бы вспомнить, в принципе, бульдозеры, которые выходили, выходил в таком же формате. Вот такой маленький бульдозер. И в целом, вот этот мне понравился больше. Он какой-то более реалистичный. Этой детали, по-моему, в нем побольше. Ну так, чисто на память. Тот собирал я, и вот этот собираю. Этот мне понравился чуть больше. Не, поставим его вот сюда. Кстати говоря, катается он даже вот по скользкому покрытию. В целом неплохо. Чуть-чуть прокручиваются гусеницы, а вот по столу, у которого краска не такая гладкая, чуть шершавенькая. Точнее, наоборот, она более гладкая, но она более липкая, скажем так. Вот видите, вообще едет прекрасно. Вот. То есть функция катания нормальная. И второй набор Combine John Deere. Третий набор по лицензии John Deere в технике. У нас до этого вышел такой вот маленький трактор. Я думал его купить для этого обзора, но потом все-таки посмотрел на детали. И, ну, так, сомнительно. Вот этот вот набор, это Skidder, то есть штук, который бревна тягает. На него обзор я снял. У меня он есть. Хороший набор. И третий набор, в принципе, из всей вот этой вот первоначальной линейки январь-февраль, которые вышли из маленьких наборов, мне он показался самым интересным в плане для покупки. Давайте взглянем на коробку. Коробка, ну, обычных размеров, правда, очень толстая. Мне кажется, она на самом деле заполнена там буквально на, ну, чуть больше, чем наполовину. Поэтому коробка, конечно, могла быть, ну, фиг с ним такого же размера, но чуть более плоской. Все-таки, чересчур. Инструкция стандартная. У нас к ней еще идет малюсенький листик с наклейками. Наклеивать их, как всегда не стал. Ставим на будущее. В инструкции мне заинтересовала вот эта вот наклейка. Надеюсь, вам видно. Типа какой-то джойстик или пульт. Когда я собирал по инструкции, сначала подумал, что у нас в кабину ставится банка с медом. Я думал, там, ну, словно пчела или что-то в одном духе. Потом пригляделся. Думаю, что это такое. Нет, это не пчела. Это типа джойстик. Ну, ладно. Ну, я подумал, ну, прикольно было бы в комбайне. Там стоит банка с медом. Наверное, комбайнеры всегда едят мед. По сборке сразу становимся. Сборка мне с одной стороны понравилась, с другой стороны, она как-то странная. У нас добавились новые детали. Пару слов про сборку. Она в целом интересная, но какая-то странная. Некоторые шаги мне показались нелогичными. Тяжело это объяснить. Например, мы крепим вот эту вот боковину и собираем сначала ее, а потом собираем обратно ту боковину. Ну, как-то это странно. Вот, такие моменты. И теперь остановимся на деталях. Итого и того набора. Посмотрим, в принципе, что они себя представляют. Рассматриваю детали на счетом стилл, что поменьше, с бульдозером. А в целом, на самом деле, количество деталей больше значительно, нежели чем размер самого модели, который мы видели. Во-первых, гусеница. Небольшое количество полубимов. Небольшое количество, в принципе, балок. Причем всего два цвета. Желтый и черный. В принципе, желтый в моделях всегда полезен. Черный в том числе. Два коннектора. Немного коннектора в желтом цвете. Какое количество осей. И, наверное, из редкого действительно полезно. Вот эти две детали. Но, хоть и детали простые, их много одинаковых. И их много таких, которых нужно много в моделях. Ну и по технике, там, в принципе, червяк и вот очень небольшое количество шестеренок. И то, что побольше. Здесь уже, конечно, набор деталей богатый. Но в целом есть некоторые параллели с тем набором. Во-первых, тут есть какое-то количество желтого. Единственное. Не знаю, видно ли на камере или нет. Но вот этот желтый, этот желтый, этот и этот. Но если эти два вот еще, по-моему, из одного вида пластика сделаны, у них одинаковая тональность, то эти выглядят как наборы копий Lego из 90-х китайских. То есть пластик вот такого цвета желтого был там. Ну, видимо, это такой материал специальный для шестеренок. Он даже на ощупь как материал ковшей или что-то в этом духе. То есть какой-то полиэтилен, что ли. Вот, но самое большое количество шестеренок. Ладно, что они в желтом цвете, но в целом шестерня полезная. Например, если вам не нужны дифференциалы, вы можете их вставить за место дифференциалов. Одна рулевая рейка. В новом цвете зеленые вот эти вот панельки, которые мне очень нравятся. Такие вот. Они, по-моему, уже были в полбеке. Такие вот туалетки. Есть две зелененькие, две черненькие. Таких вот деталей шесть штучек, таких еще две. Тоже полезно. Коротенькие балки на семь. Мне кажется, очень полезная деталь. Здесь они сразу две с зеленым и три в сером. Средние такие балки тудым-сюдым. Новая деталь. Такой вот полуконнектор, полубим. В целом, мне кажется, деталь свеженькая. Наверное, она будет полезна. Пока не знаю, как использовать ее в моделях. Здесь она используется, ну, скажем так, в очень обязательном варианте. А вообще ее можно заменить комбинацией вот этой детали и такого же коннектора в другую сторону. Там, правда, будет не осевое отверстие, а точнее не под пин, а под ось. Но, тем не менее, новая деталь дает новые какие-то возможности. Думаю, в подвеске, в каких-то редукторах она может быть использована. Насчет шестеренок. Здесь еще также очень много шестеренок. Очень много красных вот этих вот переходов на стул с трением. И достаточно много балок. То есть на пять зеленых вообще целая куча. Опять-таки, очень удивительно, что при таком небольшом наборе он содержит такое большое количество деталей. И много систем. Не знаю, на самом деле, есть ли в этом смысл. Но радует, что есть много таких вот коннекторов. Они и в технике могут иметь применение в дополнительных скосах и закрытии каких-то дырок. По деталям мне показались обе наборы вполне себе интересными. Конечно, этот... У этого есть некоторые преимущества. Скажем так, почему бы его можно было купить. Но они такие специфические, на самом деле. Вот. Итак, функции у него. Рулевое управление. Рулится нормально. Вполне себе. Колесики поворачиваются в достаточно большой угол. Сопротивления никакого нету. Потому что передние колеса у нас ни с чем не связаны. Они просто вращаются. И опускание... Нет, получается тут три функции все-таки. Ладно. Опускание... Как это называется? Жерновов. Или что это такое? То, что у нас собирает урожай с полей. Скашивать его. И если у обычного комбайна там вращаются... Типа такие ножи, которые... Даже не знаю, как вам описать это. Посмотрите, как состоит комбайн. Дальше должен быть конвейер, который вот... Урожай собирает в бункер. А из бункера он, если его много, он присыпается в самосвал какой-то. Здесь мне что не понравилось. Вот эта вот штука. Она у оригинала должна быть круглая. Кстати, в инструкции там в конце у нас скромненько так в уголочке показан оригинал. У него, конечно, и вот эти вот ножи гораздо больше. И вот эта штука, она прямо огромная. То есть, если бы рядом ехал грузовик... Кстати говоря, вот тот трактор, вот этот вот, он, наверное, был бы в масштаб. Но проблема в том, что... Видите, какой у него вылет? И рядом не может ехать никакая техника. Которая могла бы собирать... В которой могло бы собираться зерно или то, что он там скашивает. То есть, эта штука, конечно, должна быть длиннее. Она хотя бы до сюда должна находить, видимо. Но ладно. Ну ладно. Вот это вот, это чисто визуальный, видимо, вариант. Хотя детализация, ну, неплохая. Тут сзади еще есть... Крючок для прицепа. Я так полагаю, этот, чтобы вот эту вот часть возить. В одном наборе такая функция была. Я сейчас расскажу. И опускается у нас... Тут... Пусть будет жернова. Не знаю, напишите в комментариях, как это правильно называется. Реализовано. Не, не по... Ну, очень по-настоящему, но реализовано. Потому что тут все болтается. Это используются пины без трения. И когда мы едем... Тут вот снизу есть маленькие колесики. Которые, собственно, вращают у нас эти вот жернова. Мы могли бы, конечно, как-то сделать привод вот от этих колес. Сделать рычаг от этой оси. От этой вот. Тогда бы, конечно, было бы... Ну, и сопротивление качанию было бы приятнее, и все-таки это было бы чуть более реалистично. Вот. Плюс все вот эти вот шесть жерновов вращаются все в одну сторону. Мне кажется, они, наверное, должны навстречу вот так вот туда, в центр, крутиться. Но, ладно. Функции такие. И вспомним, какие еще были комбайны. Вообще всего это третий раз, когда Лего выпускает комбайн в технике. Причем первый самый раз это была альтернативная модель к этому набору. Тот комбайн я не собирал. Может, как-нибудь соберу. В принципе, есть, возможно, вариант достать этот набор и снять его. Второй вариант это был в 2007 году. Или что-то в этом духе. Вот такой вот комбайн. Там было, по-моему, тоже всего три, а может и четыре функции. Но там была стандартная вот эта вот... Короче, вот эта штука, которая снимает зерно. Там не было ни конвейера, ни бункера, ничего такого. По сути, то же самое. Просто визуальное воплощение каких-то функций. Но у него эта вся передняя часть снималась и прицеплялась сзади. Причем там даже были с краешку точно такие же маленькие колесики. Набор для своего времени, в принципе, был неплох. Тоже была большая детализация. Там место пилота, оператора точнее, и всего остального. Здесь же видно, что модель прямо в формате для мини-фигурки. То есть там есть руль, там есть кресло. Единственное, крыша никак не снимается, чтобы туда посадить эту фигурку. Сбоку делать вообще неудобно. Мне такое ощущение, что просто в LEGO решили, почему бы нам не заинтересовать аудиторию обычных систем наборов. Например, ребенку нравилось сити, он чуть подрос. Ему интересно что-то еще. Но он не хочет большую модель, он хочет с ней играть. Сюда можно и чайчиком посадить, и какой-то транспорт. Типа рядышком может ехать и собирать урожай. Наверное, как игровой набор это вполне себе неплохо. Вот. Поэтому оценки для... Давайте, оценки сначала для бульдозера у вас на экране. Он все-таки совсем мелкий. И оценки для комбайна у вас на экране. Конечно же, хотелось бы, чтобы этот комбайн обзавелся не 49-ми, а 56-ми колесами спереди. И, ну, в принципе, такие же сзади. Есть в таком масштабе. Но вообще, конечно, я надеялся, что он выйдет в более крупном масштабе. То есть, чтобы колеса спереди были 80-ми. Первые такие же были, как у Zetros. Задние 56-е. Тракторные, все как положено. Тогда в него можно было бы вставить и более интересный механизм. Вот этот вот. И как-то прицепить его к приводу от колес. Возможно, даже макет ДВС внутри где-то разместить. Ну, сомневаюсь, что в этом масштабе можно было бы сделать какой-нибудь конвейер для чего-то. Но чисто визуально, что там какая-нибудь гусеница крутилась. Вот такая же вот. Просто ей же можно было бы крутящий момент передавать. Типа это у нас вот конвейер, который зерно пересыпает в бункер обратно. Ну, и вот эту штуку тоже можно было бы сделать как-то красиво визуально. Причем даже здесь там можно было сделать. У нас есть четвертинки зубчатых реек. Можно было сюда ее одну вставить. Набор бы в ценности приобрел еще больше. Мне кажется, так. А на сегодня все. Всего вам хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok